Великого лекаря Он не мог помешать, чтобы получилось две лепешки Ученик сделал все точь-в-точь, как было сказано Глазам больного приложили лепешки, и на другой день тот прозрел А сосед ученика тоже был слепой Вдохновленный таким успехом, подмастерье приготовил в точности такие же лепешки И положил ему на глаза На следующий день у незрячего соседа глаза вообще вытекли Этот добросовестный горе-ученик прибежал в слезах Как же так, учитель? Я сделал, как ты сказал в прошлый раз Почему это случилось? В глубокой печали мудрец ответил Слепота бывает от разных причин От сухости организма, от влажности, от жары, от холода У тысячи слепых бывает тысячи причин Иди, сынок, тебе работать только пекарем